всем добрый день сегодня решил для вас записать еще один контент и небольшое путешествие сегодня воскресенье развеется съездить горы и посмотреть здесь есть рядышком термальные источники искупаться в термальных источников и сейчас смотрите где мы находимся вот это горный район и как раз получается у нас граница польши и славянской республики как я понимаю слова словаке вот такая граница вот так выглядит евросоюзе вообще красота и такой домик на горе там стоит решил остановиться словацкой деревушке но здесь вообще невозможно не остановиться такое место замечательно вот сейчас покажу замок настоящий он он видите я не знаю что это за замок сейчас конечно подъедем поближе постараюсь вам снять его поближе он такой прям видно манящий скажем так и почитаю о нем что это за замок сейчас цель немножко более такая экскурсионная но вот решили рядышком остановиться и снять для вас это арабский замок который стоит на высоте над городом аравой соответственно он был построен в 13 веке вот и сейчас вот почитал в нем даже снимали фильм дракула вот такое вот такое вот красивое место называется городок арабский под замок смотрите какая дивная красота поднялись в горы воздух чудесный пейзажи просто замечательно великолепные вот такая вот она словакия горная поэтому у кого выпадают выходные не стесняйтесь путешествуйте наслаждайтесь жизнью смотрите мои ролики не забывайте ставить лайк этому видео я буду вам показывать все новые и новые места что-то 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 Продолжение следует... Вот это туристический город, Лучки называется. В Словакии есть такой город, Коломена называется. И вот рядом с этим городом есть вот такие вот дикие термальные источники. Люди здесь купаются, поправляют здоровье. Приблизительно мне это все напомнило Кавказ. Вот такое же приблизительно место есть под Алагиром в Северной Осетии. Тоже оно вот так же выглядит. Ну люди отдыхают. Здесь еще есть рядышком замок. Если хватит сил, то сходим, посмотрим на этот замок. Решил прогуляться к одному из... Ну самому высокому замку, который был в Словакии. Точнее там уже, наверное, не замок, а то, что от него осталось. Вот идет к нему такая вот дорожка. Слева идет речка, справа лес, природа, конечно, там неизумительно, не передать это все. Вот такая погода еще весенняя, не сильно жарко. Вот и лесной воздух. Просто кайф. Вот так вот основная тропа, когда заканчивается, идет поворот направо. И вот начинается подъем вот по такой тропинке. Прям в чаще. Вот. Вообще замечательно. И потом, я думаю, через километр выйдем на замок. Получается, вышел я вон из того леса, вот по дорожке. Вот. Прошел через эту опушку. Дошел. Вот здесь есть вот такая дорожка. Есть вот какое-то дерево. С синей табличкой. И вот такими стрелочками. Вот. И я думаю, что там? Куда? Храп. Туда, туда. Как быть? Ну, пойдем, попробуем туда. Чтобы вы понимали, это вот выглядит примерно так. Вот. Я держу ровно камеру. Вот так вот. Уже прошло много времени. Уже тропинка стала чуть-чуть пологая. Я продолжаю свой путь. Я устал. Вот. Поставьте, пожалуйста, лайк. И подпишитесь на канал. 95% подписчиков смотрят мой канал без подписки. Вот посмотрите. Как такое? На такое можно смотреть без подписки. Посмотрите, куда я забираюсь. Вот. Для того, чтобы вы увидели эти красоты. И, может быть, сделали для себя выбор побывать здесь, как и я. Вот. Нашел свою тропинку. Вон она, видите? Вот. Вот из этой опушки я вышел. А сейчас я уже прошел. Вот такое вот расстояние. В гору. Смотрите. Здесь обрыв. Отвесный обрыв. Я уже запыхался. А мне еще идти-идти. Ну, мне кажется, мне награда будет на горе. Мы наконец-то... Я увидел оставшуюся стену этого замка. Мы наконец-то дошли. И я готов вам один из первых показать эти кадры. Вот она. Самый высокий замок в Словакии. Ну, точнее, все, что от него осталось. Вот такие вот. Вот. Вон та опушка вот. Чуть ниже этих сосенок. Вон опушка. Вот я оттуда сейчас шел пешком. А чтобы дойти до тропушки, нужно тоже сделать очень большие усилия. Самый высокий. Вот здесь вот указатель. А, ну да. Я шел по синей вот этой тропинке. Она показывает, что надо идти час-десять. Наверное, так и я шел. Вот она, синяя тропинка. Вот по ней я шел. Если бы там по красной, было бы, конечно, интересней. Но я здесь-то, в принципе, чуть не умер. Как бы пока добрался. Поэтому, если кто-то соберется покорить эти вершины с детьми, то планируйте целый день. Я-то одним днем сюда приехал. полюбоваться на эти езды. Вот на этом склоне сейчас упал. По камням меня понесло. Руки грязные. Ну, чуть-чуть вот растек себе руку. Вот здесь, собственно говоря, будьте аккуратней. Вот. Меня прям так, вот примерно вот от этих валунов до сюда на руках и принесло. Хорошо хоть есть подготовка. Вот. Поэтому выбирайте тропинки. Если вы идете сюда на ограниченное время, то имейте в виду... Ой, опять чуть не упал. Видите, что ограниченное время не получится здесь. Надо целый день себя посвятить этому. Вот такая вот... Этот... Такой вот склон. Вернулся я в местных термалах. Конечно, так. Ощущения, я скажу честно, в Абладе-Кавказе, в Алагире, гораздо лучше. Меньше народу, чище вода. Здесь как-то... Ну, так. И вода прохладнее. Вот. Поэтому можно даже и летом здесь купаться. Потому что... Так вот сейчас советую приезжать либо рано утром, либо после обеда, когда уже тенек там. Чтобы не было так жарко. Вот такой вот ресторанчик. Попался нам на пути. Заехали, покушали. Конечно, очень меня удивил. Заказал борщ червоный. Думал, что это из-за разряда супов. Это оказалось супом. Дальше я вам покажу, скину. Не совсем такой, как бы, суп традиционный, как хотелось бы. Вот такой вот вид открывается. Вид. Ну, и само кафешка такая прикольная, как бы. Вот так вот выглядит. Показал себе вот супчика. Значит, меню выбрал. Вот знание языка. Вот принесли, короче, мне супчик, говорят. Вот это вот кушай, а это вот супчиком запивай. Вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok